В конце января в России отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистов. Героическое, в то же время трагическое история в истории страны является важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. В 6-й школе Черкесской этой теме было посвящено театрализованное представление. Подробности в сюжете корреспондента Артуром Хце. В обновленной после капитального ремонта 6-й школе Черкеска все готово для представления. Педагоги и их воспитанники решили напомнить зрителям и телезрителям о некоторых деталях героической обороны Ленинграда, участие в которой принимали и жители Карачаево-Черкесии. Мы представляем матерей, которые во времена ленинградской блокады ценой собственной жизни защищали своих детей в условиях смертельного голода, холода и ужасных условий. Насколько необходимо школьникам знать о тех событиях, которые были достаточно давно? Я считаю, что школьникам очень необходимо знать об этих событиях, потому что мы должны помнить свою историю. Если мы не будем помнить, мы подрастающее поколение, то кто будет помнить? Очень много людей умерло. Я считаю, что эта память всегда должна храниться в наших сердцах. И мы не должны забывать о своих прадедушек, прапрадедушек. О всем горе, что было, мы должны это помнить и вспоминать. Юные актёры и их наставники постарались как можно более реалистично передать атмосферу, царившую в блокадном городе. Загнанные в угол, но не сломлённые жители, которым было что защищать, за что бороться. Театрализованное представление смотрелось на одном дыхании. Слушая монологи, беседы, песни, наблюдая за танцами, участникам действа хотелось запереживать. Дом у нас с тобою есть. Вот правда, враг недалеко, но кому сейчас в стране легко. Помнишь блинчики с вареньем, которые по праздникам пекла она? Ты знаешь, ты помнишь, подруга, пусть память о том тяжела. Есть очень хорошая фраза «Человек, не помнящий своего прошлого, вынужден пережить его вновь». И наш долг как педагогов, как подрастающего поколения, в принципе, это передать ту память, которая живёт в нас, привить детям уважение к тем временам и, конечно же, не дать забыть те страшные события, которые происходили. Как вы считаете, необходимо ли нам иметь какие-нибудь музеи, где было бы воспроизведение этих событий, в том числе наглядное? Безусловно, когда дети окунаются в эту атмосферу, они более глубоко могут прочувствовать то или иное событие, историческое или же значимое для нашей страны. И, конечно же, хотелось бы, чтобы дети могли более полно погружаться в эту атмосферу. Это были страницы истории через собственное восприятие. На несколько десятков минут зрители представления стали как бы очевидцами некоторых эпизодов из жизни блокадного Ленинграда. Происходившее в зале 6-й школы Черкеска никого из них не оставило равнодушным. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.